Процесс преобразования Полоцка и Новополоцка в зелёные города продолжается. В рамках одноимённого проекта в ресторане «Славянский» 20 декабря прошёл пресс-завтрак, в котором приняли участие журналисты региональных и республиканских средств массовой информации, координаторы проекта и представители властей двух городов. Мы вот хотели с вами пообщаться в такой неформальной обстановке сегодня. Почему нам важна ваша поддержка? Потому что освещение этого проекта даст возможность узнать о нём в Беларуси широко. И нам важно, чтобы администрации других белорусских городов также узнали о позитивном опыте. Мы надеемся, что он будет, конечно же, позитивный, будут хорошие результаты. Для того, чтобы, модное слово такое, сереприцировать эти результаты на другие регионы и города Беларуси. Проект «Зелёные города» направлен на развитие планов зелёного градостроительства и реализацию пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту. Полоцк и Новополоцк, а также Новогрудок стали первыми белорусскими городами, которые принимают участие в проекте. Его цель – демонстрация возможностей существенного сокращения выбросов парниковых газов. В последние десятилетия в нашей стране набрал обороты процесс автомобилизации. На каждую тысячу жителей Полоцчины приходится порядка 400 машин. Безусловно, личное авто – это удобно, однако влияние на окружающую среду слишком значительно. Но чтобы отучить горожан от автомобилей, необходимо предложить достойную альтернативу. На это и направлен проект «Зелёные города». Это будет заметный автобус из остановок КРАС, то есть и Полоцки, и Новополоцки. Это световые табоны остановки, которые автоматически будут показывать, когда будет переходить автобус. Это программное обеспечение для автопарка, которое будет, опять же, выходить и на автобусные остановки, и на мобильные приложения к телефону, чтобы граждане могли посмотреть, где автобус находится, как им выходить на остановку, сколько им придется ждать того или иного автобуса. Это программное обеспечение на моделирование дорожного движения. Ряд решений уже реализован. К примеру, изменение схемы дорожного движения на перекрёстке улиц Октябрьской и Ефросиньей-Полоцкой позволило ликвидировать пробку, которая ежедневно появлялась в часы пик. В целом же, совместное решение экологических и транспортных проблем городов-соседей – важный шаг. Полоцк и Новополоцк тесно связаны, находятся на совсем небольшом расстоянии друг от друга. Многие плачане работают в Новополоцке и наоборот. Жителям региона города нередко воспринимаются как единое целое. Улучшение транспортной связи и, в частности, появление велодорожки – один из планов на ближайшее будущее. Обсуждается и развитие трамвайного движения, как наиболее удобного и экологичного электротранспорта. У покрычки всё равно остаются эти тонны резины, а они где? Но они же в воздухе, они же не исчезают никуда, когда ездят эти машины. И те же аккумуляторы, и пускай конденсаторы тоже не безвредны. Мероприятия в рамках проекта «Зелёные города» ожидаются в течение четырёх ближайших лет. Проект финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется программой развития Организации Объединённых Наций в партнёрстве с Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова